Пасха в этом году выпадает на 8 апреля. Традиционно верующие люди начинают готовиться к ней заранее, соблюдают пост, приводят в порядок мысли и дома, а накануне самого Христового Воскресения красят яйца и пекут куличи. Конечно, большинство людей знают о том, как нужно готовиться и праздновать Пасху, ведь впереди самые серьезные дни. Для нас, православных, этот праздник является самым главным, потому как Иисус Христос, победив смерть и своим воскресением, всем нам дают вот эту возможность воскресения. Есть два момента в жизни христианина. Это первый – человек должен поверить в Христа как в Спасителя и креститься водой и духом. А второе – он должен причащаться его телу и крови. То есть то, что у нас в церкви дают, под видом хлеба и вина. Позади осталось большое испытание – Великий Пост, и люди живут в ожидании праздника. Главным символом Пасхи является яйцо. Существует легенда о том, как Мария Магдалина пришла к римскому императору и подала ему яйцо со словами «Христос воскрес», на что он ответил, что скорее это белое яйцо станет красным, нежели человек сможет воскреснуть после смерти. В тот же момент оно покраснело. С тех времен и по сей день практически в каждой семье существует традиция красить яйца. Как это сделать быстро и красиво, знает Полина Каткина. Скоро начинается пасхальная неделя, и чтобы оригинально украсить свой стол, я предлагаю такие интересные решения, как различные украшения яиц, различные прянички расписанные, получать сахарной глазурью и украшенные. То есть это больше детский вариант. Также есть вот такие замечательные декоративные элементы, которыми можно здорово и ярко украсить ваш праздничный стол. Яйца – это чистый холст, на котором можно творить все, что угодно. Сегодня я вам покажу несколько видов росписи. Самый простой у меня уже почти готов. Изначально белое яйцо я обмотала изолентой и потом опустила просто в красящий пигмент на 15 минут. Такое вот замечательное яйцо. То есть золотые элементы здорово блестят на солнце, а белое уравновешивает цветовую композицию. Вот такой вот у нас получился с вами цыпленок. Не бойтесь экспериментировать, используйте подручные материалы и у вас получится такая красота. С наступающим праздником! Светлой Пасхи!